а я вам сейчас покажу даже немножечко расскажу здравствуйте меня зовут дмитрий танкович сегодня в программе россия за полдня понедельника выпустила по украине ракет стоимостью от 400 до 700 миллионов долларов об этом сообщает forbes я понимаю что нам с вами сложно представить что это за деньги что это за сумма поэтому перефразирую россия за полдня понедельника выпустила по украине ракет стоимостью от 20 до 50 школ больниц сотен километров дорог которых в россии более чем достаточно ведь качество жизни например в нижнем новгороде неуклонно растет до индекс качества жизни там по-прежнему выше чем в москве лондоне и париже такая информация появилась естественно нижегородских сми тут сложно что-то комментировать но первый вопрос курсе ли этой непростой ситуации жители лондона и парижа а второй подобный заголовок скорее всего разместил местный военком ну чтобы заманить доверчивых россиян у которых есть возможность приехать в нижний новгород и откупиться от мобилизации но тем кто не сможет откупиться и поедет на фронт будут выдавать крестики иконы я думаю что в этой новости описка скорее всего имелось ввиду продавать потому что русская православная церковь бесплатно ничего не дает кстати в россии нашли оригинальный способ заманивать доверчивых граждан на войну с украиной министерство отступления и перегруппировки россии придумал для мобилизованных квест найди сам оружие и патроны вы ехали в камазе и у вас автоматы были не заряжены или как нет заряжены прошлом поэтому они выдавали мир вот именно за ровно мы родились патроны находились в одном из камазов нам сказали так они находятся в одном из камазов важный комплект вас привезут куда в часть ну не в части она я ехал в последнем камазе среднем был ящик с оружием конкретно с моего своза оружие было заряжено не судя по всему мы сейчас увидели те кто победил в этом квесте потому что они оказались в плену а тем кто проиграл повезло гораздо меньше больше попыток пройти квест у них не будет но переживать по этому поводу не стоит министерство отрицательного наступления россии в любом случае подготовит к войне каждого мобилизованного и короче парни мы сватова это чё мы сватова находимся какая область луганская мы мобилизированы и здесь вообще не обязаны находиться дней с момента отправки нас просто за день мы отсюда уехали 11 из москвы уехали 11 дней назад сколько раз ты стрелял один тревожка класс 11 дней подготовки стрелял один раз их парни вы просто не догадались что вы тоже участники квест организованного министерством возьмем киев за три дня россии но возможно в россии стоит мобилизовать тех кто уже имеет боевой опыт ну сам спросил сам и отвечаю телеведущему и пара атлету дмитрий игнатова пришла повестка из военкомат вот 10 лет назад ему во время службы в армии на ногу упала ракетная установка с-300 из-за этого ему пришлось ампутировать ногу я думаю что у дмитрий игнатова сейчас очень непростой выбор либо ну он идет все-таки в военкомат либо ему выпишут счет на огромную сумму за то что а его ногу была повреждена ракетная установка с-300 ну а потом все равно заберут военкомат но в то же время в некоторых регионах россии кажется начали что-то понимать пока невербально но направление уже правильно а теперь об этих и других новостях поговорим подробнее ну и не очень по традиции мы перед этим прошу поддержать это видео к лрп колокольчик лайк репост подписка спасибо вам за это переходим к новостям армения и азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга стороны подтвердили свою приверженность устав он и алма-атинской декларации 91 года вот слушайте как интересно получается как только из переговоров пропала россия страдам удалось договориться совпадение не думаю но это логично россия сейчас занята более серьезными делами в москве полиция забрала пятиклассницу в отдел из-за аватарки желто-синими цветами а затем пришла к семье домой заявление на школьницу ее родителей написал директор школы какой молодец обсуждать директора я не буду разве что вспомню фразу сергия довлатова цитата мы без конца ругаем товарища сталина и разумеется за дело и все же я хочу спросить кто написал 4 миллиона доноса конец цитаты а с другой стороны если россии так ненавистны желтый и синий цвет ну так сделайте проще ну запретите просто эти цвета в россии ну чтобы люди знали зачем вам нужны эти солнце небо и вода но все-таки поклонницы режима путина остаются и не только в россии поклонница путину на этот раз в сша возмущенная украинским митингом не нашла ничего умнее чем плюнуть в полицейского не знаю какой была дальнейшая судьба чемпионки россии по плевкам но смею предположить что в сша ее ждет суд справедливый и разница между сша и россии заключается в том что в сша она окажется в суде а потом ее скорее всего посадят а в россии она если бы плюнула в сотрудника росгвардии не факт что дотянула бы до суда но я бы точно посадили но не в тюрьму а на бутылку или швабу а вот в беларуси заявили что вторгаться в украину не собираются мы фиксируем что наши соседи украинцы озаботились сегодня тем что со стороны вооруженных сил республики беларусь могут осуществляться агрессивные действия речь идет о продолжающихся в бросах информации а якобы готовящимся нападении с нашей стороны у нас ответ на это был и остается один не провоцируйте нас мы с вами воевать не собираемся ни с литовцами не с поляками не тем более с украинцами мы воевать не хотим если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги значит войны не будет ну вот казалось бы можно успокоиться но почему-то в этот момент вспоминаешь слова начальника вот этого неуверенного в себе человека вы сейчас можете повторить что с территории беларуси россияне к нам не придут ни когда а кстати как вы думаете решится лукашенко на нападение на украину самое главное как сделать так чтобы этого не произошло напишите в комментариях обсудим это в следующем видео а вот беларуси снова возвращаемся к россии в госдуме предложили выдавать мобилизованным ватники цитата не очень хорошая сейчас форма материал дышащий должен быть они это которое стекло превращается на морозе впереди зима раньше в ватниках воевали они то и удобнее конец цитаты так заявил депутат единой россии андрей колесник что получается ватники для ватников наконец-то скрепы соединятся но мобилизация и подготовка мобилизованных войне продолжается вот такое видео из тренировочного лагеря в россии появилась в сети обратить внимание на обмундирование псевдо бойцов есть ощущение что предложение колесника госдума все-таки поддержала вообще сложно понять что происходит на этом видео возможно российские мобилизованные тренируются так окружать врага судя по информации что россии испытывают трудности с вооружением можно предположить что они планируют окружать противника и именно так пока мобилизованные тренируются отряды путина продолжают борьбу мы отряды путина обращаемся ко всему миру то что случилось в субботу на крымском мосту это прямое террористическое нападение на россию и мы не просто так говорим что это нельзя оставлять этот терроризм в покое эх куда-то пропала предыдущая воительница возможно боженька призвал ее к себе а может и путин потому что сейчас в россии под частичную мобилизацию может попасть кто угодно но обратите внимание на пенсионерок на заднем плане они напоминают экспонаты в музее мадам тюсо ни в коем случае не давать никаких атомных реакторов всяких бомб там всяких приставок это полетит к вам в какое-то время знаете что так это не пройдет хотя я думаю все проще за камеры стоит представители единой россии держит в руках пенсию этих бабушек за сентябрь запишут видео получит нет ну значит нет а вот кто еще получит но не деньги а по голове так это работник ремонтной мастерской в крыму которые ремонтировали российский танк и случайно выстрелили из него попав находящийся в восьми километрах от места ремонта частный дом я не специалист по ремонту танков на возникает резонный вопрос а как получилось так что танк во время ремонта был заряжен а может это и была причина поломки ну я не знаю привозят россияне танк на истой говорят у нас там снаряд застрял по стволе может починить да конечно не могу продолжаем сбо объявила дмитрия медведева в розыск класс как следует из базы данных мвд украины медведев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность украины но мне кажется служба безопасности украины просто решила оказать услугу россии найти человека который пишет странные сообщения в соцсетях то что судя по всему где сейчас находится дмитрий медведев не знаю даже сам дмитрий медведев еще один человек который уже давно не понимает ни где он находится не что он говорит это павел губарев герой новороссии объяснил наконец чего же хочет россия в украине и нам очень важно создать образ врага который будет отвечать как было истинному месту то есть это русские люди которых вселился бес вот и мы идем их не убивать мы хотим чтобы их переубедить но если вы не хотите чтобы мы вас переубеждали мы вас убьем убьем сколько нужно убьем миллион пять миллионов хоть всех истребил что интересно это существо раньше зарабатывала себе на жизнь тем что приходила в костюме деда мороза и поздравляла детей я уверен что многие родители когда узнали что в костюме деда мороза к ним приходил губарев на всякий случай своих детей крестили второй раз еще один человек который каждый день своими речами заставляет психиатра всего мира чувствовать себя нужными владимир соловьев но что интересно владимир соловьев не всегда был таким вот видео 2008 года я вам так скажу никакой войны россии с украины никогда не будет потому что любой человек который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт является преступником при том я не могу себе представить какого размера в украине живут братские нам абсолютно по духу по крови по общей истории люди война с которыми является самым страшным преступлением которое все может только придумать вот после просмотра этого видео резонно возникает вопрос и не один что случилось с владимиром соловьем что это черепно-мозговая травма проблемы с краткосрочной памятью его украли инопланетяне для экспериментов и вернули совершенно другого человека а может это двойник ведь у каждого владимира в россии должен быть свой двойник но скорее всего это просто иллюстрация того как деньги могут менять людей ну и конечно же не можем мы не поговорить сегодня и о хлопке на крымском мосту сразу после хлопка как это по привычке называют российские власти возникло множество вопросов один из них как на один из самых охраняемых объектов россии смог беспрепятственно проехать автомобиль со взрывчаткой казалось что нужно просто знать пароль запомнили пароль говорят что этот пароль открывает двери на любой секретный объект россии слушайте а может он еще и спасает от мобилизации обязательно попробуйте кстати крымский мост это гордость путина но это понятно крымский мост наверное единственное что может путин предъявить жителям россии в качестве своих достижений но только посмотрите с какой космической скоростью росла стоимость крымского моста мост через керченский пролив подорожал глава российского минтранса оценил строительство объекта в сумму 50 миллиардов рублей и это минимум мост через керченский пролив подорожал в два раза теперь стоимость проекта оценивается уже 100 миллиардов рублей об этом заявил министр транспорта россии максима соколов от 150 до 200 миллиардов рублей такова будет стоимость керченского моста мост через керченский пролив обойдется как минимум в 200 миллиардов рублей керченский мост построен за государственный счет стоимость оценивают 250 миллиардов рублей но если откровенно хлопок на крымском мосту стал прекрасным подарком путину на день рождения и пусть до сих пор непонятно кто сделал этот подарок но от себя хочу сообщить что приближаются дни рождения у дмитрия пескова 17 октября владимира соловьева 20 октября ольги скобеевой 11 декабря и марии захаровой 24 декабря но разве можно оставить таких интересных людей без подарка думаю что нет через день после взрывов на крымском мосту москва ответила украине обстреляв ракетами и дронами камикад за территорию украины путин заявил что удары наносились внимание высокоточным оружием по объектам инфраструктуры центром принятия решений хотя на самом деле по детским площадкам офисным высоткам и паркам параллельно с обстрелами российские паблики и сми распространяли большое количество откровенных фейков началось наступление россиян на других участках фейк выпущено более 500 ракет и 200 истребителей фейк западное посольство эвакуируется из киева в польшу тоже фейк беларусь тоже начала нападение фейк зеленского уже вывезли в бункер в польше фейк и вот эта яма все одно что оказалось способна высокоточная аналоговнетная ракета которая упала рядом с пешеходным мостом центре киева российские пропагандисты считают что по этому мосту катаются представители украинских спецслужб на велосипедах и любуются панорама левого берега днепра я не придумал именно так они оправдали удар по мосту но что интересно после попадания российской ракеты пешеходный мост киеве в отличие от крымского выстоял но потому что украинцы уже не боятся украинцы сильны уже через день дороги которые пострадали в результате обстрела стали выглядеть вот так и в киеве и в днепре украинские волонтеры сразу после обстрелов объявили сборной беспилотники которые позволят дать достойный ответ путинским обстрелом и меньше чем через сутки собрали более 8 миллионов долларов и при всем при этом российское руководство убеждает свое население что все идет по плану слушай даже что же за план такой хитро давайте попробуем понять неужели путин собрал лаврова шойгу патрушева и других коллег по дурдому и сказал слушайте смотрите у меня есть план начать начинаем войну против украины сначала наступаем со всех сторон теряем более 60 тысяч русских солдат это только убитыми а потом еще теряем 10 тысяч единиц техники а потом неожиданно отступаем ночи с киева и харькова потом объявляем мобилизацию отправляем без подготовки на смерть еще 300 тысяч человек а потом еще 700 проводим референдум забираем херсонскую запорожскую область а потом постепенно сдаем все города в этих областях плюс ко всему даем заморозить 300 миллионов долларов наших резервов получаем санкции со всего мира начинаем общаться только с лукашенко и ким чем и нам потому что больше никто не захочет с нами общаться и грозим всему миру ядерной бомбы пока нас не грохнут как вам такой план и в этот момент все по сипаке путину встают говорят ну владимир владимирович это же прекрасный план это гениально знаете 24 февраля когда началось полномасштабное вторжение было страшно это правда очень сложно сохранять самообладание когда ты видишь как летят ракеты когда слышишь взрывы когда понимаешь что гибнут люди но 10 октября страшно уже не было было только злость и желание победить и с каждым днем попытки путина запугать жителей украины выглядят все более жалкими и когда слышу что обстрелы 10 октября это месть за крымский мост поверьте это не так это все те же обстрелы пожилым домам улицам людям которые путин осуществлял раньше каждый день просто 10 октября этих обстрелов было больше но украинцам уже действительно не страшно она они научились бороться сражаться поддерживать друг даже маленькие украинцы в своем юном возрасте не испытывают страха перед поехавшим больным пенсионером украина победит потому что правда должна победить подумайте об этом на сегодня это все слава украине живи беларусь проснись россия до встречи